Я приветствую все, кто с нами в эту минуту. Эфир телеканала Кубань 24 продолжает программа «Факты и мнения» о малом и среднем бизнесе на Кубани. Мы поговорим с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорем Микимчиком. Игорь Иванович, здравствуйте. Спасибо за то, что пришли и согласились ответить на наши вопросы. Давайте с общего вопроса начнем. Как себя чувствует малый и средний бизнес в Краснодарском крае на сегодняшний день? Безусловно, малый и средний бизнес сегодня начал чувствовать себя лучше. И мы это видим и по численности, и по устойчивости вообще в целом этой среды. Это сухие цифры, статистики. Да, есть проблемы, которые испытывает малый и средний бизнес. Они и остаются. Это высокие процентные ставки по кредитной линии и вопросы, связанные с реализацией. Контрольно-надзорная деятельность, которая сегодня осуществляется в рамках законодательства и я, как уполномоченный по защите прав предпринимателей, отслеживаю эти вопросы. И хочу сказать, что мы по России занимаем хорошее положение в рамках именно надзора и контроля. То есть мы за год уменьшили проверок малого бизнеса в два раза. Это, конечно же, показатель того, что человек может спокойно вести свою деятельность. Есть плановые проверки и возникают вопросы к неплановым. Так вот, если такие вопросы возникают к внеплановым, конечно же, вы можете воспользоваться федеральным законодательством, в рамках которого я работаю. Обратиться к нам, мы зайдем в проверку, посмотрим акт, какой он степени, какого характера. Такие примеры есть, и мы в этом году точно так же ходили. И предприниматели, многие получили конкретную защиту именно от нашей структуры. Поэтому этот вопрос, конечно же, приемлем. То, что касается живых тем, это чем заниматься бизнесу, что сегодня выгодно, что актуально. Но мы посмотрели по итогам года, край занял третью-пятую позицию по ряду показателей. В частности, рост бюджета краевого составил 30 миллиардов рублей, почти что. Конечно же, это совокупность действий всех и власти, и бизнеса, и тех нормативно-правовых актов, которые принимала власть, и которую смотрел и аппарат уполномоченного. Мы вносили свои инициативы и делали те или иные замечания для того, чтобы создать комфортные условия. И, конечно же, бизнес, который вносил свои предложения. Мы порядка 100 нормативно-правовых актов сегодня дали экспертизу по ним и делали свои замечания. Это те законы, которые вошли. Это связаны с всевозможными субсидиями. Это вопросы, связанные с преференциями. Это вопросы, связанные с налогообложением. Это вопросы, связанные с имуществом и так далее, и так далее, и так далее. И это, конечно же, является комфортом для бизнеса. Нужно просто пользоваться, знать эти акты нормативные, те преференции, которые есть для бизнеса. Ввиду такой большой информированности с разных сторон для предпринимателей, конечно же, тяжело. Есть основные порталы. Это порталы и краевых исполнительных органов власти, с которыми мы договорились определенную информацию, касающуюся бизнеса, иметь. Это и на сайтах муниципальных образований, где также встроена информация об уполномоченном. Это институты поддержки, которые есть. То есть сегодня мы договорились с властью и с бизнесом о том, что эти ветви должны работать вместе структурно, открыто. И хотелось бы сказать, что на самом деле власти очень сегодня выгодно и необходимо выйти на площадку взаимоотношений с бизнесом. Сегодня каждый руководитель территории, как я говорю, это, можно сказать, руководитель предприятия. Он отвечает за все. У него есть направление энергетики, пищевого обеспечения, переработки. То есть мы видим все эти отрасли. И социальный блок, безусловно. Он не будет наполняться. Социальный блок ответственный сегодня. И вы видите слова губернатора и президента о том, что мы должны жить сегодня по доходам. Конечно, мы хотим больше иметь благ на территориях. Экологично. Но откуда брать деньги? Кредитоваться мы по части муниципальных образований закредитованы. Как говорится, по полной программе. Да и долг Краснодарского края тоже достаточно высокий. Долг высокий. Но мы понимаем, что это Олимпиада. Нам это явилось прямой нагрузкой. Нам, конечно же, тяжело сегодня выходить из этой ситуации. Но я думаю, что программа этой проблемы будет отработана. И, конечно же, есть возможность компенсировать эти затраты. И для предпринимателя, конечно же, важно сегодня найти себя. Реализация. То есть, власть готова. Сегодня во всех муниципальных образованиях есть ответственные за развитие бизнеса. Это правильные посылы губернатора. Мы со стороны федералов и института уполномоченного при президенте, мы обеспечим сегодня ряд законодательных инициатив. Мы говорим о том, что сегодня бизнесу должны быть комфортные условия в той же кредитной политике. Мы говорим о том, что бизнес не должен проверяться так часто. И проверки должны быть в определенный период времени. И не заходить по одному, а заходить, допустим, комплексно. Мы говорим о риске. Действительно ли так часто? Ну, прям вот в свое время проверяли бизнес, да? Нет, в свое время, конечно же. И не принято об этом открыто говорить. Но уголовное преследование на территории Краснодарского края, именно предпринимателя по статье мошенничества, общеизвестной, знаменитой, в два раза меньше, 159, особенно часть 4, в два раза меньше, чем по России. Доверие к судебной власти на территории Краснодарского края выше, ниже, чем других субъектов. И это доверие растет из года в год. И я хочу сказать, что и в этой части предприниматель тоже видит определенные понимания именно этой ветви власти. И поэтому вот этот вектор должен выдерживаться. И, конечно же, создавая комфортные условия на местах, в виде, чем сегодня власть может помочь бизнесу организовать то или иное производство, будет составляющей и в дальнейшем являться, конечно же, доходной частью бюджета всех уровней, как мы говорим, и новыми рабочими местами. И край славен этим. Ведь, вы посмотрите, я вот цифры перевел по бюджету, да? Это есть. То есть, опыт-то присутствует. И если все команды настроятся, имеется в виду исполнительных органов власти, федеральных структур, законодательных, безусловно, с которыми, конечно, законодательным собранием Краснодарского края у нас тоже полное взаимопонимание в развитии, в создании определенных преференций. Поэтому, конечно же, да. И вот наложив вот этот весь комплекс, эта конкретика и будет работать. И необходимо понимать, что нам нужно сегодня видеть вот именно направления перспективные. И какие они? Ну, а я хотел сказать, что сегодня качество и эффективность края сработало именно в направлениях. Мы видим, это и переработка с циркуспродукцией, это вопросы, связанные с туристической отраслью, это были драйверы роста, это промышленность и сфера услуг, питания, обслуживания. Вот как раз эти комплексы должны работать в следующем году. И прогноз мы видим именно стратегический в этой части. И он благоприятный. Он благоприятный. И вы видите, какие колебания, если брать курортно-санаторный комплекс, идут колебания сегодня с западными поездками отдыха. Конечно. Конечно же, человек должен иметь разнообразие, видеть, общаться. И право выбора, условно говоря. Да, и с ближайшими нашими странами, партнерами. Но вместе с тем, пока нет стабильности, нет уверенности. Идут политические дебаты, заканчивающиеся всевозможными негативными тенденциями. Поэтому пока остается здесь Россия. И вот статистика говорит о том, что Краснодарский край входит в лидерство о том, что сегодня людям здесь быть интересно. Чем человеку здесь быть интересно? Он должен увидеть те продукты, которые здесь выращиваются, и попробовать их. Конечно. Тоже вино, тоже овощная продукция, та же фруктовая база, которая есть. То есть это вот как раз то, что должно быть. Поэтому власть, конечно же, должна общаться и помогать в части именно возможности подсказать бизнесу, где же можно найти свою нишу. Помочь где-то даже реализовать. Понятно, что это все делается в рекомендательной форме. Но вместе с тем, недаром для этого проходят всевозможные выставки, ярмарки, которые показывают, какая продукция есть. Форумы опять же различные. Конечно. Как бы мы ни говорили, что вот форум проходит, а вот зачем он нужен. Но мы же видим последствия, которые идут. Вот сейчас соседи Крым, и я хочу сказать, что они активно занимаются сегодня популяризацией своей деятельности. Это, безусловно, многофахатные позиции, когда должны проводиться и такие мероприятия, но подкрепленные конкретными предложениями власти и бизнеса на конкретное создание новых рабочих мест, производств, которые будут иметь перспективу. И у нас сегодня в стране есть промышленный фонд, и если вы сегодня слышали последнее высказывание контрольно-счетной палаты в лице ее руководителя о том, что оказывается неэффективно мы используем тот кредитный портфель, который мы разложили, находится у нас в акциях. Мы, оказывается, неэффективно сегодня использовали не своевременно инфраструктурные проекты. А почему? Инфраструктурные проекты, они должны быть. Это как раз дорога жизни. Конечно, это базовый костяк. К ней привязываются различные точки роста и предприятий, и населенные пункты. Это, конечно же, должно быть. Вот здесь необходимо тоже федеральному правительству посмотреть, где-то поменять вектор и использовать уже те инициативы, которые есть у муниципалитетов. У нас тоже очень много предложений и у бизнеса по формированию тех предприятий производств, которые будут иметь дальнейшую перспективу. Овощная продукция, она еще в ближайшие 5 лет будет пользоваться спросом не только на территории Российской Федерации, но и где-то из-за рубежа. Из-за предела, конечно. Безусловно, да. Но рынок самой России очень большой. Поэтому эта перспектива не насыщена. И он насыщен, и одной трети нет. Конечно. Поэтому тут как раз вектор, тем более, возможности использовать именно частное государственное партнерство, банковскую сферу. Я всегда говорю, этот пример, что депозиты должны быть те, которые собираются у населения. Там довольно-таки большая сумма у нас сегодня. Мы по оценке сделали по России. Порядка 30 триллионов рублей находятся сегодня на депозитах в банках. Сегодня нужно населению показать, как можно сработать с этими инвестициями. И нужно, чтобы население поверило в это, чтобы это безопасно. Безусловно, чтобы не было обманов. Конечно. Потому что, к сожалению, мы сталкивались не раз. Да, это было в нашей истории. С негативными историями, да. Но вместе с тем нужно здесь использовать механизмы, которые уже работают. Вот если на такой основе мы могли бы действовать. В общем-то, это, наверное, и есть перспективный вектор развития. Спасибо большое, Игорь Иванович. Время, к сожалению, наше закончилось. Но вопросы еще есть. Я уверен, что мы не раз еще в этой студии встретимся и обсудим проблемы, которые связаны. Проблемы и перспективы, связанные с развитием малого и среднего предпринимательства. Я напомню, что в студии нашей был уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. Еще раз спасибо вам. С телезиделем я не прощаюсь. Мы еще увидимся обязательно. Продолжение следует...